Меня зовут Данил, я работаю в компанию PureWeb. Мы сейчас в офисе PureWeb находимся. Я Team Lead с недавнего времени, и у меня будет доклад про TypeScript. Я хочу вам рассказать, что такое TypeScript, как он появился, для чего он нужен, и почему мы его можем использовать, например, в наших React-приложениях и быть счастливыми людьми. Так, это прекрасный постер от наших дизайнеров. Итак, начинаем. Давайте зададимся простым вопросом. Что такое тип? Я пока шел сюда, я просто решил зафристайлить вот эту часть. Что такое тип? Тип, мне кажется, в языке программирования — это просто множество значений, которые может принимать наш переменный. И это меня навело на мысль о том, что типы и типизация в языках программирования — это самая, наверное, математическая часть, такая самая близкая к математике часть программирования. Вот. И типы в языках программирования, они очень похожи на математические множества. Они имеют похожую какую-то семантику, подчиняются похожим законам и имеют похожие свойства. Вот. Исходя из этого, мы можем как бы предъявлять требования к типизированным языкам программирования, к языкам программирования, которые обладают какой-то системой типов. Мы можем говорить, что в этом языке программирования должны быть какие-то очень простые операции над типами, допустим, их объединение или их отрицание. Вот. Такие требования мы можем предъявлять к языку программирования, у которого есть система типов. И зачем? Зачем нам все-таки нужны эти типы? Ради чего все это? Ради чего все это появилось? Как мне кажется, типы нужны нам для того, чтобы писать хороший код, в котором будет мало багов. Как мы этого достигаем? Мы это достигаем с помощью того, что когда мы видим тип переменной, с которым мы сейчас работаем, мы как-то предполагаем ее свойства и какие-то методы. То есть мы, видя тип переменной, предполагаем, какое у нее будет поведение и как мы можем с ней работать. Собственно, это, наверное, самый главный плюс. И это позволяет нам писать какие-то очень сложные приложения с большой командой разработки. Это позволяет нам очень быстро вкатывать новых людей в наш проект. Они могут читать наш код, он более-менее понятен. Вот. Плюсы типизации. Почему это хорошо? Хорошо. Вопрос. Значит, у нас есть типизированный язык программирования. И немного порефлексировав, мы рано или поздно придем к вопросу о том, кто за этой типизацией все-таки следит. За этой типизацией следит компилятор. Как он это делает? Он это делает с помощью системы уравнений, которую он строит по исходному коду нашей программы. И, исходя из решения этой системы уравнений, он делает какие-то выводы о том, является наш код противоречивым или не противоречивым. Допустим, исходя из этого, исходя из решения системы уравнений, он может сделать вывод о том, что у нас есть ошибка приведения типов. Или мы пытаемся сложить или провести какую-то операцию между двумя типами, между которыми эта операция просто невозможна. Вот. Это отшивает нас к другому термину, который называется типобезопасность. Типобезопасность — это свойство нашего языка программирования, конкретно свойство его системы типов. В чем выражается типобезопасность? Она выражается в том, что это шанс того, что у нас все сломается после того, как компилятор проверит наш код. То есть, если у нас сильно типобезопасный язык, то после того, как код скомпилировался, мы можем гарантированно с большим процентом уверенности говорить, что наш код не сломается на этапе исполнения программы из-за какой-то ошибки типов. Вот. Это типобезопасность. Давайте немножко поклассифицируем языки программирования с точки зрения типизации. Я написал. Это, собственно, первый уровень. Вообще, оказывается, у нас бывают не типизированные языки, в которых вообще никаких типов нет. Сейчас будет небольшой интерактивчик. Может, кто-нибудь скажет, какие вы знаете не типизированные языки программирования? Нет, питон не считается. Питон типизированный. Вот прям вообще нету системы типов. Никаких типов. Прям вообще ноль. Ладно. Да, ассембль. А, ну ты слушал же мой доклад, не считается. Да. Короче, обычно это какие-то очень низкоуровневые языки или языки шутки вроде брейнфака. Надеюсь, тут нету разработчиков на брейнфаке. Я не хочу вас никак обидеть. Но обычно это какие-то очень низкоуровневые языки программирования, где типы по сути не нужны. Мы как-то оперируем с участками памяти, ну и типа там не особо нам пригождаются. С другой стороны, есть типизированные языки программирования вроде Java, TypeScript, JavaScript, Python, например. И следующая классификация. Мы можем разделить языки по времени проверки типов. У нас бывают языки программирования со статической типизацией. Проверка типов в таких языках программирования, она происходит на этапе компиляции программы. Например, это язык Java или язык C Sharp или язык TypeScript. Вот, то есть мы нашему компилятору даем наш исходный код, он его компилирует, во время компиляции говорит нам о том, есть какие-то у нас ошибки или нет, связанные с типами. С другой стороны, есть языки с динамической типизацией. В этих языках программирования проверка происходит на этапе исполнения. То есть обычно это какие-то скриптовые языки вроде JavaScript ванильного, либо Python, либо Ruby. Интерпретатор или компилятор берет наш исходный код, исполняет его построчно. Если на какой-то строчке кода он сталкивается с ошибкой, связанной с типизацией, он нам ее выкидывает. И такой язык называется языком с динамической типизацией. Есть еще одна классификация по строгости. Бывают языки со строгой и со слабой типизацией. Со строготипизацией языки — это те языки, в которые вообще никак нельзя смешивать переменные разных типов. Например, если мы просто-напросто хотим провести банальную операцию каста от интеджера к флоуту, у нас никогда не получится это сделать в строготипизированном языке. Скорее всего, это придется делать как-то на низком уровне, на низком уровне, с использованием каких-то битовых операций. И такой язык будет строготипизирован. Второй тип языков по строгости типизации — это языки со слабой типизацией. В таких языках между переменами разных типов возможны разные операции. И есть всякие разные каламбуры типизации. Это когда мы можем как-то с помощью кода обмануть компилятор насчет типа безопасности нашего кода. Также такие языки позволяют приводить типы один к другому. Первый, я надеюсь, вам видно. Первый скриншот — это у нас Python. Python — это язык с сильной типизацией. Он не позволяет нам смешивать переменные двух разных типов. У меня есть переменная нам, есть переменная str. Нам у нас это число. Str у нас строчка. Пытаемся сложить строчку и число, у нас вылазит ошибка. Снизу у нас JavaScript с его знаменитым сложением чисел и строчек. Значит, берем строчку, складываем с числом. Все замечательно, ничего не падает. Еще одна классификация по времени присвоения типов. Бывают языки с явной типизацией, когда мы в таких языках, когда мы объявляем переменную, мы должны сразу же задать ее тип. Например, это язык Java или язык C++. С другой стороны, есть языки с неявной типизацией. Типы переменных могут задаваться не сразу в таких языках программирования. Они могут выводиться компилятором вручную. Например, это ванильный JavaScript либо Python. Еще один листинг. Сверху у нас C++. Мы объявляем переменную exit code. Говорим, что она, сразу же говорим, что она типа int. И сразу же присваиваем ей значение. Снизу у нас снова JavaScript. Мы объявляем переменную x. В JavaScript есть прекрасный оператор typeof, который говорит нам, какого типа сейчас переменная на этой строчке кода. Мы видим, что переменная у нас поменяла свой тип во время исполнения кода. Сначала она была типа undefined, потом она стала типа number. Следующая секция. История появления TypeScript. Собственно, TypeScript создали и разработали в Microsoft. TypeScript позиционируется как новый язык программирования. Как самостоятельный язык программирования, который расширяет возможности JavaScript. Автор TypeScript Андрес Хайлберг до TS этот мужик был знаменит тем, что он придумал Turbo Pascal, Delphi и C Sharp. В общем, чувак понимает типизация и умеет делать хорошие типизированные языки. Да, как я и говорил, TypeScript расширяет возможности JavaScript. Иногда говорят, что TypeScript это такое супермножество над JavaScript, супермножество над типами, которые есть в JavaScript. И что такого нового особенного в TypeScript появляется? У нас появляется явная статическая типизация. То есть мы проверяем типы во время компиляции программы. Я вам до этого говорил, что у JavaScript ванильного динамическая типизация, то есть типы проверяются на момент исполнения кода. TypeScript нам деливерит статическую типизацию. Мы проверяем типы на момент компиляции, а не на момент исполнения кода. Это намного безопаснее. У нас появляется автокомплит благодаря TypeScript и более-менее полноценные классы. У нас появляются модификаторы доступа к членам класса, наследования, интерфейсы. Мы можем строить иерархии классов, выносить общие части в интерфейсы. Еще TypeScript дает нам модули и модульную систему, более-менее стабильную, с которой можно интересно работать. А еще, что самое прикольное, как мне кажется, TypeScript дает нам возможность поработать с обобщенным программированием в виде дженериков и перегрузки функций. Вопрос, почему TypeScript выстрелил? Сережа уже говорил, что TypeScript стремительно развивается. Наша компания с недавнего времени, ну не знаю, как я пришел, она сразу же перешла на TypeScript, но насколько я знаю, в рамках жизни всей компании мы не всегда писали на TypeScript. А с 2008 года, собственно, почему так получилось, почему TypeScript выстрелил, с 2008 года JavaScript начал завоевывать стремительно рынок, и, как мне кажется, тысячи разработчиков новых на JavaScript начали сталкиваться с одними и теми же проблемами, о том, что тяжело понять, какая переменная приходит к тебе в функцию, или какой аргумент ожидает от тебя функция. Тяжело анбордиться, читать код, нужно постоянно лазить в описание функции, чтобы понять, что она вернет тебе. В общем, много проблем, а на JavaScript писать нужно, рынок заставляет писать на JavaScript. И, как мне кажется, корпорации начинают стремительно пробовать и решать эту проблему, эти проблемы JavaScript. И, видимо, Microsoft всех опережает и делает это очень качественно, деливерит народу TypeScript, TypeScript взлетает. Все довольны. Собственно, типы данных, да. Я уже говорил, что типы похожи на множество, и между типами, как и между множествами, есть отношения. Нас интересует одно из отношений над множествами и над типами. Это отношения подмножественности. Это отношение является отношением частичного порядка. Это математический термин. Сейчас я объясню, что он означает. Когда мы говорим, что какое-то отношение у нас является отношением частичного порядка, мы на самом деле говорим три вещи об этом отношении. О том, что оно рефлексивное. То есть, если у нас в TypeScript есть какой-то тип А, то всегда верно, что этот тип А является подтипом самому себе. Это свойство рефлексивности. С другой стороны, у нас есть свойство транзитивности, которое говорит нам о том, что если тип А является подтипом Б, а подтип Б является подтипом С, то А является подтипом С. То есть, вот такая цепочка получается. И еще есть свойство антисимметричности. Оно означает то, что если А является подтипом Б, то Б никогда не является подтипом А, если они не равны друг другу. В одном случае они могут быть подтипом друг другу. Ну, тогда мы просто отсылаемся к свойству рефлексивности. Причем это отношение, оно не является линейным. Линейное отношение — это такое суперотношение частичного порядка, его next level такой. Оно не является линейным, потому что у нас есть тип Any, и он выбивается из общего потока подмножественности. Кроме того, есть очень важное замечание. Каждый тип в TypeScript является потомком типа Never. То есть Never — это у нас самый маленький такой тип. И каждый тип новый в TypeScript является его потомком, его расширяет. При этом каждый тип, который бы мы не создали, он является подтипом Unknown и Any. То есть вот это самые широкие, самые такие обширные типы в TypeScript. Так, какие у нас в TypeScript есть типы данных? Основные типы данных, которые у нас есть в TypeScript, пришли к нам из JavaScript. Это строчки, числа, большие числа, символы, булевые переменные, now и undefined. Их еще называют иногда примитивами. Кроме примитивов у нас есть массивы, функции и объекты. Но вообще функции и массивы в JavaScript, насколько вы знаете или не знаете, тоже являются объектами, но удобнее, мне кажется, их разделять, потому что они имеют разные свойства. И кроме того, TypeScript деливерит нам специальные типы, вроде Unknown, Any, Never и Void. И таким образом он расширяет систему типов JavaScript. Так, давайте немного поговорим про массивы. В TypeScript массивы у нас бывают однородными и неоднородными. Однородные массивы — это такие массивы, которые состоят из элементов одного типа. Например, вот ArrayOfNumbers — это у нас обычный однородный массив. С другой стороны у нас есть кортежи. Кортеж — это массив неоднородных элементов, которые могут быть разных типов. Например, здесь у нас кортеж из строки и числа. Функции. Что можно делать с функциями в TypeScript? Можем их типизировать. Каким образом? Можем протипизировать аргументы функции, что она принимает, и тип возвращаемого значения. Кстати, на примере функции очень хорошо виден механизм автовывода типов. Мы немножко позже к нему вернемся. Кроме того, в TypeScript есть объекты джавоскриптовые. Объект в джавоскрипте — это у нас отображение, ключ — значение. У ключа есть какое-то значение. Причем ключ — это либо стринга, либо какой-то символ. А значение может быть любого типа. Что мы такого интересного можем делать с объектами в TypeScript? Мы можем выносить их в форму. Какие форма — это то, какие поля есть у объекта. Мы можем выносить их в отдельные сущности, которые называются Type-алиасами. И делается это с помощью ключевого слова Type. Собственно, для чего нужны эти Type-алиасы? Они нужны для того, чтобы выносить громоздкие описания типов объектов в какие-то отдельные места и потом их переиспользовать. Также мы можем выносить не только типы объектов, мы можем также выносить сигнатуры функций или какие-то типы функций и в дальнейшем их переиспользовать. У нас есть объект SimpleObject. Мы хотим наплодить точно таких же объектов, но при этом мы хотим, чтобы TypeScript нас проверял. Можем это сделать с помощью Type-алиасов. С помощью ключевого слова Type мы описываем shape, форму нашего объекта. Так говорим, что у него должно быть поле A, поле B, таких вот типов. И в дальнейшем мы можем переиспользовать вот этот Object-Type, чтобы создавать новые объекты интересующего нас типа. Any. Any это тип, который приходит к нам в TypeScript, а в JavaScript его нет. И что такое тип Any? Тип Any это на самом деле попытка компилятору, наша попытка компилятору сказать то, что в этом участке кода мы лучше тебя, компилятор, понимаем, что здесь происходит. Поэтому не проверяй нас, пожалуйста. Если я говорю тебе, что какая-то перемена типа Any, не запускай свои вот эти странные проверки, не пытайся меня проверить. Я знаю, что я делаю. Собственно, если мы будем писать такой код в TypeScript, в котором все переменные являются типом Any, мы просто-напросто будем писать код на языке JavaScript. Никакой типизации у нас вообще не будет. Точнее, не будет проверки нашего кода. В TypeScript, в компиляторе TypeScript, есть очень много интересных штук, вроде автовывода. В чем это проявляется? TypeScript всегда пытается сузить тип переменной до минимально возможного. Посмотрите, пожалуйста, вот у нас есть какой-то массивчик, в нем есть число, строчка, null, еще такая строчка с оператором s-const. И мой вопрос, какого типа будет массив ниже? Это хороший ответ, я тоже так думал, что оно так будет работать, но нет. Он просто string number или null. Упс он не подхватил. Мы немножко позже поговорим про оператора s-const и как он работает. Но, собственно, видите, как произошло сужение типов. У нас есть какая-то переменная типа number, у нас есть переменная типа string, переменная типа null и еще одна string. Он не стал для каждого переменной делать отдельный тип, он просто объединил hello и oops в один тип string, а под number null у нас по одной переменной в массиве, по одному айтему. Что еще? Как работает еще автовывод? Можем самостоятельно сужать типы, и если мы никак не накосячили нигде, то компилятор не будет у нас ругаться. Допустим, можем мы это делать с помощью кейса, когда у нас есть какой-то интерфейс общий. У меня на слайде есть классы животных, там есть собачка, мартышка и кошечка. Все три этих класса наследуют интерфейс animal, и я могу сузить самостоятельно тип каждого из этих элементов до минимально возможного, до интерфейса animal. TypeScript понимает, что и dog, и monkey, и cat по сути являются переменными типа animal, они наследуют его интерфейс, и поэтому он не ругается, поэтому он дает мне создать вот такой вот массив. Контекстный тип. Это тоже штучка из автовывода. Допустим, когда мы будем итерироваться по этому массиву с помощью метода forEach, мы передаем в него callback, в этот callback первым аргументом залетает очередной item нашего массива, мы видим, что этот item является переменной типа animal. Вот, это контекстный тип. Мы не описывали ручками, какого типа является вот этот аргумент animal. TypeScript сам за нас вывел по типу массива, через который мы итерируемся. Он знал, что animals — это массив животных, и, соответственно, каждый элемент в нем является животным. Он имплементирует интерфейс animal. Что мы можем делать? Я уже говорил про манипуляции с типами и про множество, про работу со множествами. Собственно, в TypeScript мы тоже можем работать с типами, с множествами. Мы можем их расширять, допустим. Это очень полезно бывает, например, при построении иерархии классов или иерархии Type Алиасов. Для Type Алиасов мы можем расширять типы с помощью оператора ampersand. Вот я написал тип animal-based type. Значит, у нас у животного точно должно быть имя и возраст. А еще я написал тип, в котором описал метод breeze. Я могу объединить два этих Type Алиаса, и в итоге у меня получится вот такое вот животное. Это как, собственно, соединение двух типов. Точно так же можно делать с интерфейсами, но синтаксис немного другой будет. Мы можем сделать это с помощью ключевого слова extends. Причем, смотрите, в TypeScript можно наследоваться от нескольких классов или от нескольких интерфейсов. Я пишу ключевое слово extends и через запятую перечисляю интерфейсы, которые я хочу расширить. Вот. И таким образом можно строить иерархии классов или интерфейсов, или Type Алиасов. Кроме того, мы можем их соединять в терминах теории множества. Это будет операция или. Синтаксис для интерфейсов и для Type Алиасов будет один и тот же. Это делается с помощью оператора прямая черта. Вот такая. В итоге тип UserId у нас будет либо string, либо number. Вообще, я часто замечал и за собой, и за другими новичками, что новички очень падки на объединение типов, потому что можно захотеть написать такую суперфункцию, которая будет принимать вообще аргументы любых типов. И string, и number, и boolean, и object, и как угодно, в общем. И все это описать с помощью соединения типов. Но, как мне кажется, часто это приводит к плохому коду, потому что нарушается принцип единственной ответственности. Вот, поэтому с этим нужно быть поосторожней с соединением типов. Дальше. Собственно, когда мы работаем с TypeScript, у нас часто появляются одни и те же задачи. Например, нам нужно сделать все поля какого-то типа опциональными. И тогда имеет смысл воспользоваться утилити типами, такими утилитами. Это generic типы, которые позволяют нам решать вот эти часто встречающиеся проблемы. У нас есть тип partial, omit и pick. Я выделил самые такие часто встречающиеся утилити типы. Тип partial позволяет нам сделать все поля типы опциональными. Тип omit позволяет убрать из какого-то типа какие-то конкретные ключи, которые нам не нужны. Тип pick позволяет из какого-то типа выбрать ключи, которые нам нужны, наоборот. И есть еще один интересный утилити type, return type. Он позволяет, он принимает в себе тип какой-то функции и возвращает тип, который эта функция сама возвращает. Вот. Очень интересные такие полезные штучки. Как мы еще можем манипулировать типами? Мы можем использовать оператор koff. Оператор koff возвращает нам union тип соединения из ключей какого-то типа. Допустим, у нас есть объект, в котором мы мапаем название цвета и его обозначение для CSS. Мы можем получить ключи названия вот этих цветов с помощью оператора koff. Для этого нам нужно будет написать собственно вот такую конструкцию koff typeoff colors map. Что произошло? с помощью typeoff я получил тип этого объекта. Объект сам по себе типом не является. А вот с помощью оператора typeoff я могу получить тип этого объекта. Вот. А потом с помощью оператора koff я получил ключи вот этого типа. Кроме того, мы можем обращаться к полям какого-то типа с помощью оператора квадратные скобочки. Допустим, у нас есть тип автор. В нем вложены где-то значит книжки этого автора. Можем с помощью так же как в массивах получать в типах вложенные под типы. Вот. Я получил значит из автора, вытащил его книжечки и теперь они лежат в отдельном типе. Books type. Вот. Про обобщенное программирование мы немножко поговорили. Собственно, что такое обобщенное программирование? Это тогда обобщенное программирование. Это когда мы пишем один и тот же алгоритм для разных типов данных. Мы пишем один алгоритм общий, который обрабатывает разные типы данных. И в TypeScript это выражается в виде двух штучек. Это дженерики и перегрузки функций. В TypeScript можно делать криво-косо, но можно делать перегрузку функций. Вот, собственно, тут есть примерчик. У нас есть функция print. Она выводит либо строчку, либо массив строчек. И в конце мы должны описать функцию. Вот таким образом делается перегрузка в TypeScript. В конце мы должны описать функцию, которая будет обрабатывать все эти перегрузки. То есть мы сначала описываем сигнатуру для каждой перегрузки, что она принимает и что она возвращает, а затем описываем прям функцию, которая все эти сигнатуры будет покрывать. и уже внутри этой функции ручками мы должны будем проверить, какие аргументы к нам приходят. Вот такая вот кривая-косая, но перегрузка получается. Дженерики. Дженерики – это очень классная штука. Дженерики. Представьте, что к нам пришел наш тимлит или кто-то, технический директор, говорит, а давай напиши мне функцию, которая принимает аргумент любого типа и возвращает его же. Причем тебе нельзя пользоваться никакими типами any. Вот. И, собственно, вот я попытался решить эту задачу, которую мне дал мой тимлит или мой технический директор. Я попытался для каждого типа написать вот такую функцию, которая принимает number и возвращает его же, принимает string, возвращает его же, boolean его же, null его же, но этих типов может быть бесконечное множество и потенциально это может быть просто огромная бесконечная портянка. Но как только в игру вступают дженерики, это все превращает вот в такую безобидную функцию, которая просто-напросто принимает какой-то дженерик аргумент, дженерик типа. Дженерики могут использоваться в функциях, могут использоваться в интерфейсах, в type-алиасах и в классах. Вот. Очень полезный дженерик класс, как мне показалось. объявляем дженерик тип T и дальше используем его для DTO-хи, которые мы возвращаем с нашего бэкэнда для погенированного типа. То есть мы просто-напросто можем потом переиспользовать этот класс для того, чтобы создать DTO-хи для возврата погенированных книжек или пользователей. Все, что нам нужно будет сделать, это передать в дженерик аргумент интересующий нас класс. Допустим, у нас будет тут юзер или там букс или что-то типа того. Вот, собственно, внизу я написал. Возвращаем погенированных мартышек. Что мы знаем о дженериках? О дженерик типах? Изначально они эквивалентны типу unknown, потому что если мы попытаемся обратиться к функции к переменной дженерик типа, мы никакие поля у него не увидим с помощью автокомплита или с помощью чего-то другого, но мы можем ограничивать. Допустим, нас не интересует тип unknown, мы хотим как-то более-менее иметь представление о том, какие дженерик типы у нас возможны, мы можем ограничить их с помощью наследования. Можем сказать, что дженерик тип это всегда такой тип, который наследует строчку. И вот тогда у нас появится автокомплит, потому что компилятор TypeScript будет знать, что тип T, дженерик тип T, это всегда что-то, что наследует строчку, а значит у него есть все методы, которые есть у строчки. У него есть метод сплит, реверс и join. Все методы, которые есть у строчки. Кроме того, прикольно мы можем инициировать несколько дженерик типов. И между этими дженерик типами могут быть разные отношения. Например, отношение наследования. Очень странный пример, но очень хорошо показывает, как мне кажется, вот именно этот факт отношения между двумя дженериками. Представьте себе функцию, которая принимает первым аргументом объект, а вторым аргументом ключ, и возвращать она должна значение, лежащее по этому ключу у объекта. Просто по сути оператор квадратные скобочки только в виде функции. Можем ее прекрасно типизировать с помощью дженериков и TypeScript. Можем объявить первый дженерик тип и сказать, что это обязательно должен быть объект. Можем объявить второй дженерик тип и сказать, что он обязательно должен наследовать ключи типа О, предыдущего типа, который мы объявили и сказали, что он наследует объект. Потом мы можем их использовать. TypeScript не будет ругаться на то, что я пытаюсь у объекта общ по какому-то странному ключу key получить значение, потому что я уже сказал, что key может быть только ключом общ с помощью дженериков. Вот, потом я значит объявляю какой-то объект и вызываю эту функцию. Причем смотрите, вот на этой строчке кода у меня будет автокомплит. Потому что TypeScript умный, он понимает, что второй аргумент это всегда какой-то ключ объекта, который передан первым аргументом. Кроме того, мы можем применять условные операторы в наших дженерик-типах. например, мы можем написать прикольный дженерик утилити-тип, который из какого-то массива типов, массивированного типа, не знаю, в общем, из такого типа number, массив чисел получить такой зафлеченный значит тип, то есть тип айтема в этом массиве. Мы можем его написать вот так вот, можем спросить у TypeScript наследует ли дженерик-тип массивчик, если он наследует, то тогда верни мне тип айтема в этом массиве, а если не наследует, верни мне тип t. Вот, эта штука работает, я передаю в него тип массива чисел, возвращает он мне просто число, то есть тип айтема в этом массиве. Кроме того, мы можем делать такие прикольные штуки, вроде custom partial или deep partial. Проблема с утилити типом partial в том, что он не делает опциональными вложенные ключи, допустим, если у нас есть тип какой-то, у него есть вложенные, вложенные большие объекты, он не сделает их паршилами, он не сделает их опциональными, но мы можем это сделать с помощью вот такого нехитрого утилити типа самописного deep partial. Тут очень прикольная кстати конструкция, мы во-первых проверяем с помощью тренарного оператора наследует ли наш ключ в поле в типе объекта, если наследует, мы рекурсивно вызываем тот же самый самый generic тип вот что еще у нас есть в TypeScript у нас есть declaration файлы, почему-то я тоже отнес это к обобщенному программированию, в declaration файлах мы просто-напросто описываем типы, declaration файлы часто используются в библиотеках, которые изначально были написаны на JavaScript, вот если они были написаны на JavaScript можем это исправить для того, чтобы выкинуть в сеть нашу библиотеку для TypeScript юзеров можем написать отдельно типизацию для нашего JavaScript кода и для этого лучше всего использовать declaration файлы, чтобы не переписывать всю библиотеку с нуля просто отдельные файлики, в которых описаны типы для нашей библиотеки или для чего-то другого оператор sconst мы уже немножко его касались sconst можем использовать для ручного сужения типов TypeScript сам может сужать типы а мы можем помочь ему и сузить типы сами ручками вот есть два примера у нас есть тип dynamic type object у которого есть два поля first name и last name мы видим что поле first name принимает типа string поле last name тоже типа string но если тот же самый объект указать с оператором sconst мы увидим что во-первых все поля стали read-only то есть их сейчас нельзя редактировать во-вторых они уже не типа string они типа иван и типа иванов вот то есть мы сузили тип string до одного возможного значения с помощью оператора sconst классы что такого интересного TypeScript нам добавляет в контексте классов модификаторы доступа более-менее рабочие модификаторы доступа вроде модификаторов read-only private public и protected для упрощения наследования и работы с классами мы можем имплементировать интерфейсы у классов через ключевое слово implements то есть это позволяет нам опять же более качественно строить иерархии классов в TypeScript появляются абстрактные классы это такие классы у которых нельзя создавать объекты этих классов их можно только наследовать еще в TypeScript работает duck typing система для классов duck typing это когда мы можем провернуть вот такую штуку когда у нас есть два класса point1 и point2 по идее они идентичные и TypeScript с нами соглашается он говорит что да они действительно идентичные почему потому что у них одинаковые поля вот из-за того что у них одинаковые поля они являются как бы эквивалентными для TypeScript это называется duck typing если что-то крякает как утка плавает как утка то это скорее всего утка вот это duck typing теперь теперь хочу немножко рассказать про TypeScript и как мы можем его использовать в реакте мы можем типизировать наши пропсы в компонентах да мы можем типизировать наши пропсы в компонентах ой я там не поправил пардон вот описываем компонент используем generic тип fc передаем в generic тип наши пропсы которые должны переходить в компонент причем пропсы мы вынесли в отдельный TypeAlias видим что у нас появляется автокомплит для наших пропсов причем у нас еще видите залетел непонятный PropsChildren он как раз таки появляется из-за того что мы пишем вот здесь мы используем здесь generic тип fc вот он приходит к нам оттуда типизация хуков часто бывает нужно узнать состояние выполнения какой-то асинхронной функции допустим у нас есть функция которая там скачивает текущего пользователя делает асинхронный запрос на back и возвращает пользователя часто нужно выяснить в каком состоянии она сейчас находится она сейчас загружается или она не загружается или она упала с ошибкой вот полезно бывает написать один единственный хук который будет принимать в себя какую-то асинхронную функцию и на выходе будет нам выдавать во-первых ту же самую функцию во-вторых ее состояние то есть то есть функцию для того чтобы ее вызывать и ее состояние чтобы знать как она сейчас она грузится или она не грузится можно это сделать с помощью тапискрипта и хуков в реакте а еще с помощью крутой штуки с помощью класса прокси вот это наверное самая сложная проблема с которой сталкивался протипизировать хук который принимает какую-то функцию вот там прям морока начинается и оказывается через прокси это очень просто делать потому что когда мы проксируем какую-то функцию тип запроксированной функции он равен той же самой функции которую мы проксировали то есть вот этот прокси он по типу равен коллбеку который мы передали в прокси это очень прощает жизнь вот такое вот элегантное решение получается кроме того мы можем так интересно типизировать нативные реакторские хуки вроде useState мы таким способом можем определить что у нас сейчас юзер загрузился или он упал с ошибкой или мы вообще не начали его загружать вот с помощью такой типизации что еще мы можем расширять пропсы с помощью наследования с помощью расширения типов допустим это очень полезно бывает когда мы делаем UI компоненты вот здесь мы используем конструкцию расширения типов для тайп-алиасов мы берем пропсы нативной кнопочки и расширяем ее своими пропсами у нас появился дополнительный пропс тем тема нашей кнопки и мы видим что в автокомплите вот здесь она подсвечивается значит в принципе эти пропсы расширились и мы построили вот такую супер кнопку со своими еще дополнительными пропсами перечисления да в текст репте еще есть перечисления часто они используются в реакте и используются они для темизации допустим когда у нас есть кнопочка и мы хотим чтобы у кнопочки было несколько тем что она такая вот супер фэнси а еще какая-то супер другая фэнси есть значит кнопочка у нас можем это сделать с помощью инамок с помощью перечислений довольно просто вот так пишется вот тема и потом значение тип инамки теперь у нас тема может быть какого-то из вот этих двух вот этих двух значений кроме того мы можем делать классные generic компоненты допустим у нас есть какой-то список который принимает массив айтемов и этот список будет их как-то рендерить вот мы можем написать вот такой очень тупой простой компонент для рендеринга этих айтемов первым пропсом он будет принимать айтемы какого-то типа т который мы еще не знаем а вторым пропсом он будет принимать функцию для рендеринга этих айтемов вот и собственно через дженерики мы можем это описать вот мы вот так вот значит прокинули мы сделали во-первых generic компонент generic функцию list описали тут generic тип затем пропсы передали снова тот же самый generic тип и все так оно оно будет работать да все мой доклад подошел к концу будем рады вашей обратной связи сканируйте qr-код там будет формочка по-моему да у меня все но я наверное на этом слайде оставлю чтобы меня не загрызли организаторы все всем спасибо по-моему